всем привет с вами одесситка из швейцарии и сегодня я расскажу вам мой путь изучения немецкого по многочисленным просьбам я подниму этот вопрос расскажу что мне понравилось чтобы я не стала делать второй раз и выберите потом свой вариант кто еще не подписался на мой канал может это сделать прямо сейчас а мы с вами продолжим и тогда приезда в швейцарию немецкого я не знала вообще и на свой переезд швейцарию я вообще-то не рассчитывала я не думала что мне дадут визу с тремя детьми поэтому когда мы подали на визу мы пошли как приличные люди и записались в баварский дом в одессе на курс немецкого языка чтобы хоть элементарно мы могли представление иметь что это за язык как представить себя и в двух словах о себе рассказать то есть это был начальный уровень а1 хочу заметить что баварский дом в одессе очень серьезная организация они работают с гетте институтом и преподают там носители языка то есть на наших уроках не было ни слова по-русски все было по-немецки и в принципе три месяца нам хватило над чтоб обладеть уровнем а1 не было никаких сложностей было очень интересно и так уж получилось что ровно через три месяца мы получили визу и можем ехать в швейцарию нас это было большим удивлением потому что ну мы честно говоря не рассчитывали вообще на такую удачу мой английский был тоже не совсем хорош так как я работала в перевозках морских это определенный сленг морской английский но для путешествий мне его хватало и вот на этом языке мы и общались с моим бывшим мужем первые два года сразу скажу было очень сложно и возникало очень много конфликтов именно по поводу языкового барьера так как его английский был тоже на уровне информатика input delete enter и все у меня начались проблемы так как муж не хотел инвестировать деньги не в немецкий язык не в нашу интеграцию поэтому он мне говорил зачем тебе немецкий мы общаемся на английском без проблем зачем тебе курсы они же дорогие а смотри телевизор читай газеты поэтому девочки кто сюда едет замуж большая просьба вот эти все нюансы оговаривать и учить язык еще до приезда в швейцарию чтобы хоть какой-то базовый уровень был и во-вторых имейте пожалуйста какой-то свой пассивный доход либо какие-то денежки чтобы была возможность в случае чего оплатить себе курсы за свой счет как это сделала я слава богу я уезжая не закрыла свое турагентство и она какое-то время еще давала мне доход с которого я могла себе позволить оплачивать курсы немецкого а мне они были очень нужны и потому что у меня дети пошли в школу я помогала им с уроками мне нужно было тоже очень много сил потратить на то чтобы дети интегрировались так как приехали они очень поздно в 16 и в 14 лет им надо вот-вот-вот уже было определяться с их будущим а язык был очень слабенький поэтому я хотела без всяких вариантов выучить немецкий язык чего бы мне этого не стоило еще хочу заметить что в маленьких городках на английском языке говорят банковские работники максимум врачи то есть мне было очень непросто без языка и я старалась на ломаном немецком хоть как-то говорить первые мои курсы немецкого языка а 2 я нашла в берне это была школа алимания и там был интенсив по немецкому языку пять раз в неделю каждый день с понедельника до пятницы по два с половиной часа помимо ежедневных занятий нам задавали очень много домашнего задания и мне приходилось ездить на эти курсы на поезде уровень а2 был разбит на три месяца и ежемесячная оплата курса вместе с дорогой абонементом месячным на поезд мне выходило в девятьсот шестьдесят франков то есть на уровень а2 меня ушло примерно около трех тысяч франков хочу заметить что эти курсы были самые эффективные которые я попробовала в швейцарии самые лучшие знания и самые базовые знания я получила именно в алимании у нас были не просто курсы немецкого языка у нас также было очень много тем и моментов по интеграции и публика которая ходила на эти курсы была очень мотивированная то есть это были не домохозяйки тайландки албанки которые 20 лет живут в швейцарии вдруг им приспичивала переучиваться с швейцарского языка на хокдойч как в дальнейших моих курсах это были люди которые работают и имеют очень сильные желания либо найти работу либо выйти на работу короче все делали домашние задания все очень старались группа у нас было максимум 12 человек все были из разных стран мы очень все сдружились именно там я познакомилась моей самой первой танюшкой подружкой с которой мы дружим уже почти десять лет моя проблема была в том что даже занимаясь интенсивно на курс получая базовые знания мне все равно не хватало практики потому что я приходила домой дома я говорю с детьми по-русски у меня было телевидение на русском языке она с мужем мы говорили по-английски то есть мой немецкий вообще нигде не практиковался и это было очень сложно поэтому прогресса никакого у меня не было пока не наступил день икс когда мне нужно было срочно выходить на работу об этом я расскажу в отдельных каких-то сюжетах и я пошла работать в первый попавшийся ресторан который я нашла на у себя в округе конечно же в начале мне было очень сложно потому что то что я учила на курсах немецкого и придя на рабочее место я не понимала ни слова потому что все вокруг говорили на диалекте и меня поставили какие-то напитки делать я элементарно не знала таких вещей как например там штанга хэргёртли трюеривелла цвайр титро что такое титро что такое ревелла то есть были такие моменты то есть это момент этой интеграции да то есть я не знала что штанга это определенный размер стакана под пиво я молчу что надо было знать как налить правильно это пиво чтобы не было все забрызгано вокруг и потом драйвить весь ресторан но это уже нюансы и вот именно там выйдя на работу начала я практиковать язык естественно и немножечко впитывать как губка в себя диалект потом в моей жизни настал момент что мне нужно было дальше идти естественно я понимала что мне нужно дальше учить язык и мои вторые курсы были фолькшуля в ангентале значит это был уровень b1 они были недорогие они стоили по мне в месяц а в семестр 300 чем-то франков и длились они больше года и это были самые ужасные курсы которые мне попадались во первых публика была ужасная то есть никакой мотивации у них не было учиться никто не делал домашние задания занятия были раз в неделю по четвергам по вечерам и то есть я когда приходила туда после работы мы не продвигались ни на шаг люди задавали вопросы которые мы давным давно уже выучили то есть понятно было что они вообще ничего не усвоили мы возвращались обратно к этой теме и обратно говорили все одно и то же уровень людей на этих курсах был такой что мы по урока объясняли одной женщине что такое айсберг а другой женщине кто такие динозавры она утверждала что в ее стране таких животных нет ну короче был тихий ужас у меня сейчас пауза и мы продолжим по поводу моих курсов b1 фолькшуле учительница вообще не имела никакого образования чтобы преподавать немецкий язык она просто была носителем языка и конечно же это сказывалось на уровне она постоянно отвлекалась от тем у нее было пятеро детей на приходила на уроки с огромной собакой после ужина от нее иногда попахивала венцом то есть она говорила о каких-то разных темах которые не касались абсолютно наши занятия но в плане разговорной речи развития языка это тоже было каким-то определенным плюсом но то что мы дальше не продвигались это конечно же очень сильно напрягало но хочу сказать что основной базис вы получаете на а1 а2 уровне а b1 b2 это уже идет углубление языка где вы уже другие конструкции изучаете сложно подчиненные предложения то есть принципе если вы в состоянии самостоятельно посмотреть учебники выучить в принципе вы вам курсы особо не нужны и они нужны больше как для групповых занятий и устной речи вот кто досмотрит видео до конца я поделюсь и несколькими такими нюансами как можно ускорить изучение языка отдельно хочу заметить что мне никто никогда курсы немецкого не оплачивал и когда я читаю где-то или слышу что кому-то безработица оплатила кому-то еще какие-то структуры то есть в моем случае было все очень очень бедно так как первый раз я потеряла работу мой немецкий был а2 и мне сказали что в принципе у вас отличный немецкий вам ничего не надо учить вот но попав на сервис в школу я опять таки у языка потому что там мы учили очень много специфических названий и выражений связанных с гастрономией например там все части тела свиньи при разделывании мяса все гарн штуф и допустим приготовки до варить тушить жарить обжаривать припустить то есть вот эти вот моменты тоже мне очень сильно помогли углубить улучшить мой язык потом меня один раз послали без на бесплатный курс написание резюме и бивербангов он был очень для меня полезный потому что мы не знаем нюансов написания этих документов при поиске работы на что обращают внимание как важно писать правильно для швейцарцев особенно и особенно было интересно узнать как читать между строк характеристику шефа с работы что он имеет право писать что нет и как по вот этой характеристики между строк найти негативные высказывания в свой адрес как работника следующие мои курсы я пошла делать за свой счет опять-таки это было мигра шуля б-2 уровень группа была человек 12 стоили тоже где-то 450 франков два раза в неделю подготовка к экзамену делк эти курсы я не закончила потому что я очень быстро нашла работу и времени на учебу у меня не было но честно говоря мне не тоже особо никаких знаний новых не дали это все время было переливание из пустого в порожнее понимаете когда вы работаете когда вы каждый день практикуете немецкие язык то в принципе вам и без курсов у вас растет уровень тем более что когда мы выходим на работу у нас нет немецкого у нас есть диалект который мы должны понимать и поэтому мой вам совет если вы начали изучать немецкий язык даже если вы не нуждаетесь в работе там вы сидите дома с детьми пойдите хотя бы раз в неделю на какую-то волонтерскую работу до помогать в дом престарелых на обедах я не знаю там в детский сад попроситесь одевать детей на прогулку но чтобы хотя бы вариться вот среди местного населения да чтобы практиковать язык ну что просто ходить на курсы оно не даст без практики языка ничего вот значит следующий этап изучения языка возник у меня тогда когда я захотела идти учиться на учебу нужен был уровень c1 тогда начался карантин естественно о курсах речи не шло и я для себя попробовала новый вид обучения онлайн и мне он очень понравился сразу хочу обратить внимание что этот вид обучения подойдет людям у которых уже есть базис вы хорошо говорите вы хорошо разбираетесь в языке и вот на высшем уровне да то есть вам в принципе курсы не нужны вы можете с учителем отточить ваш язык и заполнить все пробелы которые у вас возникли во время обучения я четко знала что я не могу где мои ошибки и поэтому я нашла андрюша который наверное месяц вытягивал со мной фонетику так как ни на одних курсах анетики не уделяют достаточного внимания а без фонетики без правильного произношения мы не можем правильно воспринимать информацию и когда мы слышим чужую речь мы не понимаем что это за слово потому что мы не знаем как правильно его говорить и ну допустим взять такое слово вот берлин как мы говорим да и как говорят местный белин вот эти очень важные моменты которые тоже нужно усвоить короче с андрюши мы занимались каждый день больше часа и потом у меня буквально заваливал по моей же просьбе домашним заданием так как был карантин делать было особо нечего я решила вывести свой язык на очень классный уровень но когда я начала работать над фонетикой все мои знакомые швейцарцы которые меня знали много лет они мне все начали о нет только не это это и делает в тебе вот эту вот изюминку вот этот акцент до славиши акцент как они называют вот благодаря андрюши интенсивным занятием моей упорной работе я сдала экзамен на тэлк сертификат и пошла на учебу и опять-таки хочу здесь обратить внимание что учиться очень сложно неважно какой у вас уровень языка потому что то что мы учим этот немецкий и который мы используем в жизни а тем более на учебе фах шпрах это небо и земля но в любом случае это какое-то развитие мы не стоим на месте мы куда-то идем мы куда-то стремимся поэтому все равно все идет на пользу вот и сейчас я хочу дать вам пару советов чтобы как-то ускорить процесс изучения языка в моем случае мне очень сильно помогло когда я переключилась русского языка да то есть я ограничила общение на русском языке я вступила в местные группы фейсбуке элементарные там в моем городе там или там в моем школе мамский чат в садике либо в школе где там родители все время пишут какую-то информацию на том же диалекте я буквально заучивала готовые выражения очень помогает даже с чат и типа баду например вот если вы с кем-то переписываетесь в плане не то что там флирт или знакомства а можно даже по интересам найти каких-то знакомых и там обсуждать любые темы там фильм какой-то или еще что-то вот потом я выбрала для себя очень классные программу немецкую по rtl 2 в любом случае помогает учить немецкий язык тема была фрау энтаушен когда семьи менялись женщинами мамами вот это мне очень нравилось раз в неделю я приходила смотрела по вечерам и наблюдала что с каждым разом мое восприятие языка то есть я все больше и больше понимала и опять-таки разговорные конструкции я могла потом употреблять в своей речи ну и честно говоря вот где-то через пять лет я перестала в машине слушать лепса я включала местное радио я по дороге на работу слушала новости я читала местные газеты я стала выписывать журнал биобактер и изучать тщательно все статьи и смотреть местные программы и конечно это очень помогает и ускоряет ваш процесс изучения языка ну и конечно же учеба то есть в свое время я закончила сервис-школу где углубила знания языка в гастрономии я закончила школу захби арбайтерых но дезинтрой хан где углубила знания в экономической части также законы подучила и сейчас я учусь в медицинской сфере то есть как бы вот это все кругозор расширяет и углубляет ваши словарный запас что очень важно я надеюсь вам понравилось это видео не забудьте подписаться на мой канал чтобы получать уведомления о новинках отпишитесь пожалуйста в комментариях как у вас прошел процесс адаптации и как быстро вы выучили немецкий язык может быть я что-то пропустила и у вас есть тоже есть полезные советы если вам понравилось это видео не забудьте поделиться и поставить лайк буду очень признательна и увидимся с вами в следующих сюжетах а